Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! И мы продолжаем изучать Тору. Сегодня седьмое даро. Сегодня седьмое даро. Праздничный день, можно сказать. Сегодня родился и умер Машера Бейна. Седьмое даро. Он и родился, и умер. И в этом тоже есть большой, большой символизм, что день его рождения стал также днем его смерти. И вот здесь все сливается, все сливается в одно целое. Как знаете, есть знак такой вот инь-янь, вот это тут белое, черное, сливается все, да? Также в этом мире все-все-все очень соединено. В день, когда Аман хотел уничтожить Эверистии народ, то он искал для этого удачный день. И он обрадовался. Жребий выпал на месяц Адар. Вот сейчас идет месяц Адар. И когда Аман кидал жребий, он говорит, о, отлично, в этом месяце умер Машера Бейна. Он думает, значит, для евреев это плохой месяц. Но он не знал, что Машера Бейна в этот же день и родился. И в тот день, когда он хотел уничтожить Эверистии народ, в этот же день уничтожили Амана. И поверьте, что плохим, то, что нам кажется плохим, оно в один день может перевернуться в хорошее. А то, что нам казалось хорошим, может в один день перевернуться в плохое. Но по факту, сказал, не помню, кто из пророков, но он сказал так, что «Лот и цеми пилион того твероот» это книга Эха, «Медилат Эха» не выходит от Всевышнего добра и зла. Всевышнего выходит только добро. А то, что иногда оно переворачивается, нам в какой-то период кажется, что это зло, то это уже, опять же, наш с вами выбор. Мы молимся, чтобы закончилась война, чтобы наступил мир, чтобы вернулись все в свои дома, и ценили, радовались, и чтобы все были здоровы, чтобы не было больше ни одного убитого, раненого, чтобы люди все опомнились от этого сумасшествия, война, иначе как сумасшествием это не назовешь. То есть тот человек, который убивает преступник, тот человек, который защищает свою жизнь, он выполняет заповедь, но в войне оно все вдруг перемешивается. И то есть война – это самое страшное, что может быть. Нет ничего страшнее, а мир – это лучшее, что может быть, и нет ничего лучше. Поэтому мы молимся о мире и находим вот в этот период такой невероятной турбулентности, то есть когда разрушилось то, что царь Соломон, мудрейший из людей, в книге «Экклезиаст», с чего он начал? Он говорит «Аколь Эвель Эвелим» «Все пар паров в этом мире». Аколь Эвель Эвелим Омар Кейлит. Аколь Эвель Эвелим. Аколь Эвель. Так там написано, да? Что все это пар паров. Пар паров, сказал он, потом он подумал, сказал точно пар паров, а потом закончил «Все пар». Да? Все. А, все, там 7, должно быть 7, 7 раз он повторил это, да, получается, 7 раз он повторил, и что он имел в виду? Он имел в виду, что все сотворенное в 7 дней творения, это все Эвель. Теперь мы сейчас хотим мира, мы хотим, чтобы все вернулось, мы хотим, чтобы война закончилась, мы об этом мечтаем. Но в момент, когда был мир, мы в этот момент этот мир во многом не ценили, да, то есть мы во многом этот мир не ценили, мы думали, что да, все вообще, как все, не хватает, не хватает, не додали, не хватает, того не хватает, всего не хватает. А сейчас, думаю, вообще было всего с избытком, с избытком-то всего было. Вот сейчас не хватает, вот сейчас реально не хватает. И вот эта вот ситуация, которая сейчас произошла, она заставляет нас очень сильно задуматься. Меня лично очень сильно о том, что, как царь Соломон в Экклезиасте, то, что он сказал вначале, что все пар-поров, все пар, и потом в 12 глав он доказал, что все пар-поров, все пар, а потом в конце он сделал такую, как фундамент, да, такой фундамент, он говорит, совдавар, он говорит, в конце концов, а коль не шма, все же понятно. Это и есть весь человек. Эти люди, для которых служение Всевышнему и связь с Богом, и заповеди было центром их жизни, то для них ничего не изменилось. Они служили Всевышнему в мире, служат Всевышнему на войне, служат Всевышнему рядом, служат Всевышнему далеко, служат, когда просыпаются, служат, когда умирают. То есть они находятся своим вниманием, своим намерением, своим направлением, своим смыслом жизни. Они находятся не на поверхности бурлящей океана, да, вот этой вот реальности, пар-поров, а они находятся в глубине, в своей душе, то есть они ушли вот туда. Значит, здесь сегодня давайте прямо идем по книге, которую мы изучаем. Хитас, она не меняется, эта книга, в ней есть Хумаш, пятикнижие, 3333 года. Это Машер Абейну получил, который вот сегодня, представляете, Машер Абейну, как он находится с нами каждый день. Вот он получил Тору, и мы каждый день его вспоминаем. А сегодня это как раз день его рождения, день его смерти, и мы об этом помним. Теперь, значит, написано здесь так. Первое, что написано, совет такой дня, идя по улице, нужно обдумывать слова Торы. Про себя или вслух. То есть вот идет человек по улице, он обычно о чем-то думает. Он думает о чем-то. Если вы обратите внимание, есть очень классное упражнение, оно начинается словами. Сейчас я осознаю, что... И в этот момент, когда вы делаете это вступление, вы можете осознать, о чем вы думаете. То есть вы просто осознаете что-то, над чем вы в этот момент были, задумались. Обычно человек, он как во сне, он просто прилеплен к этим-то мыслям, и у него идет ассоциативное мышление. Теперь, говорит нам вот эта книга Хитас, да? Айом-йом эта книга называется, отрывок из книги Айом-йом. Что когда идешь по улице, нужно обдумывать слова Торы. То есть ты должен быть погружен в слова Торы. Например, вот идешь и думаешь, а коль эвэль эвэлим, ты думаешь, да? Все пар паров, все пар, сказал царь Соломон, да? Вот он так сказал, все пар, все пар. И следующий отрывок там идет. Май трон ле адам бекол амало. Какая польза человеку от всего труда его? Шиямоль таха та шем. Что он трудится под солнцем. Действительно, когда человек думает эти слова, он думает, вот сколько людей трудилось. Сколько людей трудилось. Я сейчас читал одного моего знакомого. Вот он говорит, я столько времени мечтал о квартире. Столько времени мечтал о квартире. Я эту квартиру, а он такой, знаете, есть люди, которые, ну вот педанты, он такой прям фотографии разместил. Вот это было. Это было. Потом показывает, это есть, разбомбили. А это, где я живу сейчас. И он лежит у кого-то в коридорчике, на полу. Он там сейчас живет, да? Его приютили на полу в коридорчике. И в этой ситуации, как раз если погрузиться в слова Торы, то ты понимаешь, да, действительно, все эвэль-эвэлим. И это эвэль, и то эвэль, то пар, и это пар, все пар. И какая польза человеку от всего труда. И ты погружаешься в размышления, которые уже там тысячи лет эти размышления, это Тора. То есть ты думаешь о боди, о душе и так далее. Оно не меняется. Это нельзя украсть, это нельзя разбить. Это никогда не сломается. Это вечность. Но если ты начинаешь в моменты, когда все разрушается, ты начинаешь думать о том, что разрушается, то разрушается голова в этот момент. Понятно? Теперь, значит, советует нам книга о Йом-Йом, что если ты идешь по улице, нужно обдумывать слова Торы. Про себя или вслух. В зависимости от того, можно ли в данном месте думать слова Торы. Потому что если это место, там, туалет грязное, нельзя думать. Но если идущий по улице не занят словами Торы, а думает о чем-то другой, то говорит ему камень, на который он наступает. Как будто бы говорит камень. Дурак, почему ты ходишь по мне? Чем ты выше меня? То есть, если у тебя, твои интересы, они только камни, доски, ну, все не настоящее, да? То тогда чем ты лучше, чем камень и доски? Ничем. Хорошо, дальше. Обретение неба на земле. Второй совет. Книга называется «Обретение неба на земле». Говорит нам такой совет. В священной книге Зоар, это книга, которая вообще говорит о тайнах Торы, написано, что те, кто в данный момент не испытывает нужды и беспокоится о будущем, то эти люди непрактичны. Их мысли направлены в неверном направлении. То есть, человек, который, например, работал, у него были деньги, у него было где жить, и он в этот момент беспокоился о будущем, то это было непрактично. Это было со всех точек зрения непрактично, потому что в тот момент, когда он беспокоился, у него его беспокойство воровало хорошее состояние. А когда мы видим сейчас, что большинство людей, которые беспокоились о будущем, то им их беспокойство не помогло. К сожалению, не помогло, потому что случилось то, о чем они даже предположить себе не могли. Теперь, а если даже, предположим, вариант, что человек беспокоился, и ничего не произошло, то есть, у него жизнь идет гладко, так кто же, зачем он беспокоился? То есть, говорит нам книга Зоар, что тот, кто у него есть, и он в этот момент беспокоится о будущем, это непрактично, его мысли идут неверном направлении. Каждый день Всевышний кормит нас из щедрой раскрытой руки. Все, что делаете вы на пути к этому, бухгалтерия, счета, реклама, это лишь облачко между его, Бога, дающей рукой, и вашей душой, нечто связывающее, не имеющее реальной сущности, интерфейс, издебаемый им по его прихоти Бога. Коль скоро это так, если Бог снабжает нас всем необходимым, и даже сверх того постоянно, стоит ли волноваться о том, будете ли вы обеспечены завтра? Неужели что-то может стать на пути Бога? Или его возможности могут истощиться? Не следует концентрировать свое внимание на ограниченных каналах своего благосостояния. Устремите свой взор на бесконечный источник даров, у которого множество каналов. Значит, это совет такой очень понятный, он идущий вразрез с воспитанием большинства людей, с советами всех школ про накопление. Например, я могу так сказать, что у нас многие, вот последний год была одна школа, я как раз их консультировал, они проводили тренинги про инвестирование, и они очень сильно советовали, советовали они, значит, покупать недвижимость. Недвижимость росла, росла недвижимость. Вот они прямо доказывали, как дважды два, что надо вкладывать в недвижимость. Как прямо умнейшие люди доказывали, вторые считали, приводили граффити. Там все-все-все, все граффити, все разрушилось, все разрушилось. Но те из них, которые уделяли время свое духовности, они как знали, что Бог дает еду, так и сейчас знают, что Бог дает еду. Они как знали, что даст Бог день, даст Бог пищу. Они так и знают, что даст Бог день, даст Бог пищу. А те, кто жили без связи со Всевышним, они как, они сейчас в шоке. То есть они, а как же теперь? Если я не знаю как, а Бога нет, так кто же мне поможет? Кто мне поможет? Это то, что он в конце сказал, что не следует концентрировать свое внимание на ограниченных каналах своего благосостояния. Устремите свой взор на бесконечный источник даров, у которого множество каналов. То есть это то, что верующий человек, он знает, это то, что Бог тренировал евреский народ 40 лет в пустыне. Даст Бог день, даст Бог пищу. Даст Бог день, даст Бог пищу. И где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, Всевышний, у него много путей дать человеку еду. И если человек, он каким-то образом прогневал Всевышнего, то, или человечество, то у Всевышнего есть множество способов, как забрать самые надежные накопления у человека, который просто он предостерегался, 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 и в итоге бах, и все его предостережения оказались ненадежными. Хорошо, теперь дальше. Недельная глава сегодня в Аикра мы продолжаем изучать. И, значит, Бог говорил Моше в этом сегодняшнем отрывке про жертвы грехоискупительные. Есть такое понятие, как грехоискупительные жертвы. Изначально было предусмотрено, что человек может грешить. То есть, Всевышний, когда создавал человека, он ему дал свободу выбора. Свобода выбора предусматривает, что у всех есть возможность выполнять волю Всевышнего и не выполнять волю Всевышнего. Теперь невыполнение воли Всевышнего называется грех. Выполнение воли Всевышнего называется заповедь. За выполнение воли Всевышнего есть награда. За невыполнение воли Всевышнего есть наказание. Последствия. Теперь в этой недельной главе рассказывается о том, какие искупления, какие жертвоприношения являются искуплением за непредумышленные грехи. И здесь очень интересный комментарий, что такое непредумышленный грех. Вот, например, человек непредумышленный грех. Возьмем какой-то просто самый непредумышленный грех. Он, значит, человек сидел-сидел-сидел, потом он взял в окно, бросил яблоко, огрызок яблока бросил в окно, или просто яблоко целое. И это яблоко упало в окно, упало оно на человеку на голову и убило человека, не дай бог. Это называется непредумышленное убийство, то есть он вообще не хотел убивать, он не знал того, кто внизу там был, он его вообще в глаза не видел, даже не думал. И, допустим, он бросал в то место, где ходить запрещено, где забор стоял, и там не должно было быть человека внизу. А он бросил, и там был человек. Теперь, значит, непредумышленный грех предусмотрено за него вот эти вот жертвоприношения. Но почему тогда это грехом-то называется? То есть он же не хотел это сделать? Не хотел. Сделал-сделал. Как это работает? Вот здесь есть на это ответ. Смотрите, интересный ответ очень дает нам Раша. Значит, сейчас, секундочку. Так. Нет, нет, это не Раша, это Любач Стеребе. Ликутай Сихот, это его как раз размышления на эту тему. Он объясняет так. Он говорит, что непреднамеренные проступки требовали искупительной жертвы, поскольку наши намерения и чаяния, такое слово это в русском переводе, не знаю, что было в оригинале, чаяния, намерения и желания, назовем это так, равно как и тревоги, и вообще вся сфера бессознательного проявляются именно в этих поступках. Хотя мы не нуждаемся в искуплении самого проступка, так как это был непреднамеренный проступок. Но из-за того, что он все-таки произошел, значит подсознательно какие-то механизмы, которые действовали в подсознании, они привели к тому, что он произошел. И именно эти механизмы требуют искупительной жертвы. То есть, получается, что когда человек попадает в какую-то ситуацию, в которую он не хотел попасть, и он не грешил, но это произошло, то, возможно, ему стоит обратить внимание на те внутренние процессы, которые в нем происходят, для того, чтобы понять, что именно эти процессы привели его сюда. Смотрите, я сейчас вспомнил ситуацию, которая была с Лотом и с Авраамом. Авраам, когда они вышли из Египта, и Египетский фараон дал Аврааму много богатства, и его племянник Лот тоже получил там стада, много богатства. И когда они пришли, начали их пастухи ссориться между собой, и сказал Авраам Лоту, смотри, мы не можем жить рядом на одной земле, потому что наши пастухи ссорятся. Давай, если ты пойдешь налево, я пойду направо, ты пойдешь направо, я пойду налево. То есть, Авраам в этом случае, он сказал Лоту, выбирай, где ты хочешь жить, я пойду в другое место. Авраам не хотел выбирать себе лучшее место. Он знал, что Бог для него выберет то место, куда бы он ни пошел, Бог будет с ним. Это он знал Авраам. Лот, он начал выбирать место, и он, когда начал выбирать место, он посмотрел и увидел Сдом. Город Сдом и Амора, это была долина, где оно было очень, это был рай, как рай на земле, очень богатое место. Но люди, которые там жили, они были преступники, они нарушали заповеди Всевышнего, они были злые, они не помогали друг другу, они приняли законы, чтобы, так как они жили богато, что те, кто к ним приходят, они не будут иметь никакой помощи. Наоборот, запрещено. Тот, кто из жителей Сдома и Аморы будет помогать, то это было у них, считалось уголовным преступлением. Насколько люди могут извращать понятие добра и зла, и то, что является добром гостеприимства, то добром помочь нуждающемуся у них, считалось злом в Сдоме. И Лот, он выбрал это место. Почему он выбрал это место? Он выбрал это место, потому что у него была внутренняя тяга к богатству. Как написано в Мишле, мы учили, что Это забирает душу хозяина, душу человека этого забирает. Теперь Лот, он же не учил Мишле, он не знал, наверное, или, может быть, знал, что Мишле, но как-то он не всегда то, что ты знаешь, вот тут видите, вот этот момент непреднамеренные грехи. То, что человек осознает, и то, что у него внутри, это могут быть две большие разницы. Он не осознает, что у него внутри. И Лот, возможно, даже он знал, что главное жить рядом с праведниками. И, может быть, если бы Лот в тот момент сказал Аврааму, слушай, ну зачем мне вот эти стада? Давай так, стада продадим, деньги погрузим на мешки, а я буду просто у тебя учиться, и все, и не будет тогда никаких проблем ни с пастухами, ни с чем. Но Лот говорит, не, я пойду жить в Сдом. В итоге, когда он пошел жить в Сдом, то первое, что произошло в Сдоме, когда была война между царями Сдома и царями, там, другие 4-5 царей, эта книга Берешит в Торе, то когда была эта война, то победившие цари угнали жителей Сдома, угнали в плен. И Лота среди них. Значит, Лот первым делом он попадает в плен. То есть, следствие его выбора райского места, но в котором люди были злые и жили неправильно, следствием стала потеря, первая потеря всего. Но Авраам в этом случае, он спас Лота, он за ним погнался, ну, погнался за этими царями, и победил, взял он Элиэзера, своего раба. А имя Элиэзер переводится «Бог мне поможет». Эли, Бог мой, Эзер поможет. Он взял Элиэзера и взял 318 учеников. Дематрия имени Элиэзер 318, тоже интересно, как в Торе все связано. Числовое значение вот этих 318 учеников, это как раз Элиэзер «Бог мне поможет». И Авраам, у которого была помощь Бога, и для него это было главное в его жизни. Не деньги, не богатство, а у него было главное только быть со Всевышним. Значит, он побеждает в этой войне, освобождает Лота, освобождает Лота. И дальше прошло еще какое-то время, и Бог все-таки, он решает уничтожить Сдом и Амору. И Лот теряет все свое имущество, остается только он один, с двумя дочерьми, от которых потом пошла Руд Мавия, и от которой потом пошел царь Давид и Машеах. Я сейчас сразу как раз вспомнил тоже следующую историю, очень похожую на Лот и две дочки, которые остались после того, как Сдом и Амора исчезли. И дальше идет история про Элимелыха, как раз это история Медела Труд. Элимелых, значит, наступил голод, он был судья в Израиле, и в Израиле наступил голод. Почему наступил голод в Израиле? Потому что делали зло в глазах Всевышнего. Так написано, то есть еврейский народ начал делать зло в глазах Всевышнего, наступил голод. Когда наступил голод Элимелых, его жена Наоми и двое его сына Махлон, одного звали, и Кальон, Махлон точно одного звали, а второго не помню как звали. Элимелых решил уйти из Израиля, уйти из Израиля в место в Мавские степи. Он думал так, в Израиле голод, я ничего исправить не могу, я никому помочь не могу, значит, люди будут ко мне приходить и просить еду, я им отказать не могу, дать тоже не могу. То есть проблем очень много, и он решил уйти в Мавские степи. Ушел он в Мавские степи, и там они начали жить с мавитянами. Его жен, сыновья взяли себе дочек мавитянок, Рут и вторую звали Орпа. От Орпа потом пошел Гальяд, Гальяд это был Галяв, Галяв, которого потом убил Давид. Это через три поколения, как оно все расходится, интересно. И значит, умер Элимелых, он ушел для того, чтобы улучшить свою жизнь, а он умер, сыновья его тоже умерли. И вначале он потерял все имущество, а потом умерли его сыновья. И осталась его жена Наоми и две невестки, остались они нищенками, бедными вообще, хотя его невести были из рода царя Мавского. И тогда Наоми сказала, я возвращаюсь в Израиль, уходила я, она была жена самого такого уважаемого суди в Израиле, а возвращается она нищенкой, да, побирается, нету нечего кушать. И невесткам говорит, возвращайтесь в дом своего отца, зачем вам, смысл вам идти в Израиль. И Орпа вернулась, и от нее потом пошел Галяв, а Руд, она сказала, нет, говорит, главное это Всевышний, и я хочу присоединиться к тебе, к твоему народу, к народу Израиля. То есть она стала такой праведницей, и она выбрала нематериальный мир, который действительно, ну быть нищенкой или вернуться во дворе царя. Она выбрала Всевышнего, то есть если ты выбираешь Всевышнего, то неважно, какое твое сейчас материальное положение, неважно, что с тобой вокруг происходит, то есть ты выбираешь, как домик, ты такой заходишь в домик, и, как говорил Машер Абену, у которого сегодня день рождения и Йорца, годовщита смерти, что в 90-м псалме, есть 90-й псалом, называется, он говорил там, что Бог, ты, Маон, ты убежищем нам был из поколения в поколение, то есть тот, кто соединяется со Всевышним, он как бы заходит в другую реальность, все. И Руд зашла в эту божественную реальность, вернулись они с нами в Израиль, она вышла замуж за Буаза, и, значит, от них родился, потом пошел царь Давид. Вот такая вот история. Поэтому мы видим, что жизнь — это полосы, черные полосы, белые полосы, достаток, бедность, война, мир, потом война, потом опять мир. И все это, как сказал царь Соломон, эвэль эвэлим, все это пар паров, пар паров, и вся эта жизнь — это пар паров. А в конце он нам сказал, что не пар, что является фундаментом, стержнем, бетонным убежищем, бомбоубежищем и самым таким мощным вечным укрытием. Бога бойся, заповедь его соблюдай, в этом весь человек. Вот если это поставить себе центром своего мышления, центром своей жизни, то, с чего мы начали, когда ты идешь по улице, нужно обдумывать слова Торы про себя или вслух, то тогда ты попадаешь сразу же через Тору, ты попадаешь в рай. Прям конкретно Тора, древо жизни она, для тех, кто за нее держится. В этом хэмиушар, тот, кто ее поддерживает, он счастлив. Все, это понятно. Осталось только сделать. Осталось теперь, чтобы наши подсознательные стремления, которые были всю жизнь направлены в другие направления, куда угодно, только не на Тору, чтобы именно не они управляли и приводили к неосознанным грехам, а чтобы приводить наше решение, выбор, идти в сторону Всевышнего, чтобы именно это управляло жизнью. Поэтому есть такое выражение, тоже очень важное. Тот, кто пришел очиститься, ему с неба помогают. Нужно очень молиться Всевышнему, чтобы Всевышний помог идти по его пути. Прям конкретно молиться, что я хочу идти по пути Торы, я хочу идти по пути Всевышнего, я хочу соблюдать заповедь, я хочу жить чистой, светлой жизнью. И дай Бог, чтобы Всевышний услышал наши молитвы. А потом можно добавить, чтобы для этого, чтобы был мир, чтобы я шел по путям Всевышнего, для этого, чтобы были деньги, чтобы я шел по путям Всевышнего, для этого, чтобы было все, но все для чего? Для того, чтобы я шел по путям Всевышнего. А если человек не идет по путям Всевышнего, то даже камень ему скажет, дурак, почему ты ходишь по мне, чем ты выше меня? Камень скажет так. Представляете? Все, всем хорошего дня, удачи, успехов, всего хорошего. Чтобы был мир, мы молимся, чтобы был мир, чтобы война закончилась, и больше не погиб ни один человек. Продолжение следует...